Алексей Петров совсем не удивился листовке в наших руках. Такую бумагу он уже получил неделю назад и сложил в стопку с такими же. Пусть лежат эти фельдкинограмоты, пригодятся, говорит пенсионер. Отложились. Зачем? Это документы, это не документы. К сожалению, так делают далеко не все. При виде печати, ссылки на федеральный закон, да еще и штампа. Будто это уже повторное извещение, люди, совершенно не задумываясь, а надо ли им это вообще, звонят по указанному номеру телефона. Хотят проверить свой прибор учета, а слышат следующее. Поверка на дому с января 2017 года была признана неэффективной, ее сейчас никто не осуществляет. От нее счетчики ломаются, начинают запотевать стекло и, соответственно, в непригодность приходят. Заученный речевой модуль, а граждане, особенно пожилого возраста, воспринимают все на веру. Вместо поверки, которую по закону необходимо проходить раз в несколько лет, им предлагают демонтировать прибор учета. Хитрый план, ведь обязательную метрологическую поверку могут проводить далеко не все организации. На сайте Росаккредитации, там есть список аккредитованных лиц. После проверки я не обнаружила такой организации, как Единая городская служба по учету водоснабжения. В Тверском центре стандартизации и метрологии обеспокоены количеством людей, обратившихся в организацию с вопросом, кто такие эти люди и надо ли в срочном порядке менять приборы учета. Менеджеры Единой городской по телефону приводят пугающую статистику. 80% технических средств, подлежащих поверке, не проходят ее. По сути, это просто запугивание. Срок службы приборов учета, произведенных по ГОСТу, более 10 лет. Главное помнить, дата очередной поверки указана в паспорте прибора учета. И нельзя вестись на предложение каких-либо компаний раньше срока проверить счетчик, уверяют специалисты. При очередной поверке мы ставим точно так же в паспорте отметку о поверке, клеймо поверителя, или выписывается свидетельство. Какие документы выдаст эта Единая городская служба, да и вообще, что за прибор учета установят, это еще нужно будет проверить. Зачастую действия подобных организаций, которые вроде и по закону работают, а по сути просто давят на людей, имеют негативные последствия. Недавний случай. Одна пожилая женщина приобрела фильтр для воды за 100 тысяч рублей. Ее уговорили купить не один, а два. И дважды ездили в сберкасс, чтобы снять деньги. Ей обошлось это в 100 тысяч. Или другая схема. Компания City Light предлагает жителям многоквартирных домов бесплатно проверить их стеклопакеты. Во время такого обследования выясняется, что имеются серьезные проблемы. Окна скоро развалятся. А эта компания как раз недорого устанавливает стеклопакеты. Чтобы заполучить новых клиентов, сотрудники организации в открытую обманывают. Говорят о том, что сотрудничают с управлением Роспотребнадзор. Хотя однозначно можем заявить, что мы никакого сотрудничества, никаких взаимоотношений с коммерческими организациями не имеем. В данном случае это вообще очень схема такая противоправная. И при обнаружении таком, при наличии такого случая, я думаю, что надо срочно обращаться в органы. Если обманщикам все же удалось заполучить деньги в обмен на сомнительную услугу, региональному управлению Роспотребнадзора советуют не опускать руки, а начинать действовать. По любому вопросу можно обратиться в консультационный центр по телефону 32 00 02. Ты задал какие-то деньги, тебе надо их вернуть. Если это не удается в добровольном порядке, но там есть тоже схема, как действовать, то тогда в судебном порядке. И здесь мы можем готовы помочь.